Вы знаете, я помню, что это было. Я сидела в Ленинской библиотеке и писала большую работу курсовую по юмору 30-х годов. Старые журналы, понимаете, да, вот эти. Там печатался Катаев, Ильф Петров, Булгаков. Вот я писала работу, а за окном шумело. Это в центре же Москвы, там стояла просто, знаете, плотная толпа людей, которые потрясали руками, кричали. Они не знали вообще, куда идти, потому что не в небо же. Они братались, они радовались, и это была эйфория невероятная. Как мы любили Гагарина. Один раз я его видела, я работала тогда, потом позже на радио, и он в своей шинельке такой кургузенький такой небольшой вышел, и вдруг его окружила толпа. Окружили просто, чтобы на него посмотреть. Тогда еще не было этих вот автографов, да, эти автографы, не было. Просто смотрели. Это наша, конечно, наша гордость, наше счастье. Ну, а зачем нам этот космос? Мы на Земле-то не можем разобраться, там в океан еще не пустили. Зачем мы туда... Вы меня спрашиваете? Милы. Каждому народу нужно подтверждение того, что мы живем, и что мы не хуже, а то и лучше. Ну, каждый же человек хочет быть хорошим, и страна тоже. И вот это одно из подтверждений того, что мы хорошие. Ведь в общем космос делали люди, которые сидели в лагерях, работали в шарашках, были осуждены. А потом только эти идиоты спохватились, что с этими людьми что-то можно сделать. Знаете, нами правят идиоты, которые очень с большим трудом понимают, чем они распоряжаются так свободно. Но история потом как бы... История потом не прощает.